А вы помните, когда-то было соревновательное шоу, где главная суть была примерно такова? Конкурсанты попадают на самую безумную полосу препятствий и должны всеми правдами и неправдами добраться до финиша. При этом сами препятствия зачастую подвижны и всячески пытаются сбросить человека вниз. Вспомнили? Даже если нет, вы уже наверное догадались, что это была просто аналогия, которая максимально правильно описывает всю суть игрового процесса Fall Guys. О ней мы сегодня и будем говорить. Игра, кстати, с сегодняшнего дня переходит на фри-то-плей основу на всех игровых платформах. А это значит, что у многих появился шанс ознакомиться с этой, не побоюсь этого слова, самой необычной королевской битвой. Так что если вы хотите для себя узнать, а стоит ли запускать этот проект в 2022 году, то досматривайте видео до конца. Ну и лайк авансом проставьте, чтобы меня поддержать. И подпишитесь, чтобы не пропускать подобный контент на игровую тематику. Кстати, тут каждую неделю выходит обзор на раздачу Epic Games. Так вот, игровой процесс. Вначале я уже вкратце описал, что он из себя представляет. Но давайте рассмотрим этот аспект поподробнее. После запуска матча ты попадаешь на одну из довольно разнообразного набора игровых карт. С тобой вместе появляется примерно около 60 игроков, которые, как и ты, будут пытаться победить. До конца дойдет, кстати, всего один. На каждой карте есть свои отдельные геймфлейные механики, свои правила и свои пути для победы. Перед тем, как дать нам возможность бежать, игра покажет нам всю игровую зону с высоты птичьего полета. И вкратце расскажет, что конкретно здесь нужно делать. По своему опыту скажу, что человек, который впервые запускает игру, довольно быстро учится и не ощущает особых сложностей в управлении. Easy to learn, hard to master, как говорится. Основными инструментами достижения целей здесь выступают бег и прыжок. Иногда к этому привляется также возможность тянуть предметы. Но в общем и целом, чаще всего мы просто занимаемся платформингом и стараемся избегать этих больших и опасных штуковин. И задания, конечно, могут быть разными. От привычного «добеги от точки А до точки Б», до «запоминай расположение картинок на платформе и становись на нужную». Ну а разнообразие игровых карт я расскажу чуть позже. Так вот, после каждого подобного раунда количество игроков убывает примерно наполовину или в некоторых случаях на четверть. Это зависит от правил конкретного уровня. И так продолжается до последнего раунда, где из последней группы выживших лишь один получает победный титул. Но это всё довольно пустое описание игры. Главное же, что играется, то всё вполне себе весело. Особенно на первых порах и особенно если вы играете с друзьями. Не в последнюю очередь на степень получения удовольствия от игры здесь влияет забавная физика. Вы несётесь всей этой толпой через большое количество препятствий, друг другу мешаете, сталкиваете. На движущихся платформах изменяете их положение посредством своего веса. Такие вот качели получаются. Тем самым тоже, кстати, можно кому-то помешать. Создаётся впечатление, будто всё на игровой площадке подвижно и имеет свой вес. Конечно, тут нужно помнить, что здесь степень рандома, ну, очень огромная. Порой оппоненты могут сильно заруинить вашу катку, как бы вы мастерски не проходили препятствия. Но всё же я советую рассматривать Fall Guys как такой весёлый аттракцион. Чисто зайти вечерком отдохнуть, хотя и простор для скила тут порядочный. Как минимум, когда речь заходит о большом количестве карт, на которых стоит хорошо ориентироваться и запоминать расположение тех или иных предметов. И давайте, чтобы я не перечислял абсолютно все вариации уровней, я расскажу об их основных типах. Первый тип – это гонки, самый стандартный. Здесь могут попадаться препятствия с маятниками, крутящимися дверьми, с качелями, с вертушками. Есть, например, уровень, где нужно будет бежать на гору и уворачиваться от огромных фруктов. В целом, во всех подобных уровнях просто бежим от точки А до точки Б, минуя всевозможные препятствия. Дальше, второй тип – выживание. Тут геймплей примерно такой. Мы попадаем на какую-то платформу, на которой мы должны продержаться до конца таймера. К примеру, уровень клуб прыгунов, где нужно вовремя перепрыгивать через крутящиеся балки и не упасть вниз. Или более изощенный уровень – идеальное совпадение. Здесь нужно запоминать изображение и потом становиться на правильную плитку с этим самым изображением. Главная же задача, повторюсь, во всех этих уровнях – продержаться до конца. Третий тип – командный. Наш этот упор разделяет на разные команды, это было довольно очевидно. Сталкивают их между собой и команда, что проиграет, выбивает из игры вместе со всеми ее участниками. Тут может попасться и подобие футбола, и перетягивание яиц. Да, тут нужно охватать яйца оппонента и нести себе в гнездо. У кого больше яиц, тот и победил. Ну и подобных командных мини-игр тут достаточно много. Главное, чтобы в пати к вам попались нормальные люди. И последний тип – финальный. В том смысле финальный, что его уровни попадаются только в качестве крайней победной игры. Тут они все довольно разные. Объединяет их только то, что они сложнее, чем предыдущие уровни. Во-первых, права на ошибку нету никакого, потому что как только ты падаешь – все, гейм овер. Во-вторых, играешь ты с самыми потными чуваками. Ну и в-третьих, сама структура уровня здесь сложнее. Но именно здесь решается – займешь ты топ-1 или же нет. В целом, если сказать обо всех абсолютно картах, то их много, они разнообразные, они со временем еще добавляются и на них весело играть. Если мы заговорили о разнообразии, то стоит еще вспомнить просто огромнейшее количество скинов для этой игры. Всевозможные тематические апдейты, кастомизации, коллаборации с известными франшизами – это вообще уже как Fortnite выглядит в этом смысле. И да, все это визуальное изобилие можно покупать за донат. В принципе, многое из этого получается покупать за внутриигровую валюту, но фармить придется порядочно. С другой же стороны, донат тут абсолютно не влияет на игровой процесс. Ну, будешь ты бегать большим бананом, это тебе занять топ-1 не поможет. Есть также подобие батл-пасса, но это для тех, кто любит заморачиваться над внешним видом своего микрочелика. Я в игру ни разу не донатил и, в принципе, чувствовал себя отлично, учитывая еще и, что игра была до этого как бы платной, а теперь фри-то-плей. Так что повторюсь, доната тут действительно много, но он опционален и на геймплей не влияет. Как к этому относиться, решайте сами. И давайте уже как-то резюмировать этот рассказ. Игру я в целом советую хотя бы запустить, даже если вас отталкивает стилистика или несерьезность происходящего. Все равно попробуйте. Я просто вспоминаю время, как только она вышла. Ее тогда давали по подписке PS Plus. И все поначалу плевались от раздачи, но потом попробовали. И многим действительно понравилось, и даже мне в том числе. Даже был момент, когда игра была в топах Твича. Но понемногу, понемногу популярность укасала, и даже сейчас пришлось Fall Guys перевести на фри-то-плей основу. Думаю, как раз таки самая главная причина это отток игроков. Но я не считаю, что это какая-то прям уж проблема, если вы, конечно, не акционер компании-издателя или не разработчик. Это все еще годный необычный батл рояль, в который еще и завезли гору контента. И который теперь может попробовать абсолютно каждый желающий. Тем более, онлайн сейчас подскочит довольно существенно, плюс игра еще и выйдет на Switch. Короче, скачать игру точно стоит. А вы ставьте лайк, если видео оказалось для вас полезным, либо интересным. Подписывайтесь на канал, если еще нет. Тут у меня каждую неделю выходит обзор раздачи Epic Games, повторюсь. Пишите о том, как вам игра Fall Guys. Ну и давайте уже прощаться. Всем пока, и как всегда, хорошего настроения. И побольше по-настоящему годных игр. Кстати, переходите сейчас по предложке на другие мои ролики. Вдруг вы их пропустили.